21 век. Стремительное развитие технологий. Всего каких-то 10-15 лет и кажется, что недавно изобретенное существовало всегда. Так было с интернетом, с мобильным телефоном. Идеи витают в воздухе. Время концентрируется, скорость, оригинальность, надежность, безопасность решают все. Важнейшую роль начинает играть транспорт. 7 сентября. Аэропорт Пулково. Здесь у памятника авиатору проходит открытие Всероссийского молодежного форсайт-фестиваля «Право руля» для детей и молодежи в возрасте от 7 до 25 лет. Одна из задач фестиваля – познакомить молодых людей с передовыми технологиями, моделями управления и развития транспортных систем. Эта идея витала в воздухе, потому что Петербург – это транспортный узел России. Петербург – это город, где растут кадры для транспортной отрасли. Увлеченному, мотивированному ребенку и его родителям надо понимать, что в Петербурге очень много мест, где можно приложить собственные силы, в том числе и в транспортной отрасли. А начинать этим заниматься надо, конечно, в детстве. Сотрудники аэропорта проводят экскурсию по пассажирскому терминалу, знакомят с устройством территории, рассказывают о ключевых профессиях, без которых невозможно представить работу ни одной воздушной гавани. 8 сентября. Крыловский государственный научный центр. Институт занимается исследованиями в области кораблестроения и проектирования. Здесь работают более трех тысяч сотрудников. Эксперименты, проводимые на этом предприятии, имеют национальную значимость. Специалисты НИИ знакомят ребят с целым арсеналом для научных исследований – тренажерным комплексом, глубоководным циркулярным и ледовым бассейном, аэродинамической трубой. 9 сентября. На площади перед Аничковым дворцом открыты сразу две выставки. Выставка ретроавтобусов, в каждый из которых можно зайти. Выставка подготовлена предприятием «Пассажир Автотранс» к 90-летию регулярного автобусного движения в Петербурге. Выставка победителей конкурса рисунков «Доброе движение», состоявшегося этим летом. Творческие работы пришли из разных уголков нашей страны – Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Новороссийска и Владивостока. Они показали представление юных художников о роли транспорта в жизни человека. Прекрасной новостью для победителей стала акция «Пассажир Автотранс. Добрый водитель». В дни фестиваля по маршруту 27 в центре Петербурга курсировал автобус, украшенный их рисунками. Остановки объявляли детские голоса. Пассажиры получали в подарок календари с детскими рисунками. Станция метро Невский проспект. А сама площадь перед Аничковым дворцом превратилась в зону «Движение с уважением». Тема интерактивной игры – безопасность и взаимоуважение участников дорожного движения. Правила у игры веселые, но строгие. Целый дорожный город оказался в распоряжении ребят. Пешеходные переходы, островки безопасности, нерегулируемые перекрестки и светофоры. Специальная часть программы – выступления мотоциклетной группы и велосипедов, на которых могли прокатиться все желающие. В этот же день старшеклассники и студенты колледжа и вузов участвовали в форсайт-сессии «Е-транспорт и наше будущее». Молодежь под руководством специалистов занялась разработкой новых решений, мозговым штурмом, пытаясь спрогнозировать будущее в сфере транспорта. Одну из групп фестиваля «Право руля» ждала экскурсия в Центр подготовки персонала по обслуживанию высокоскоростных поездов ОАО «РЖД». Они посетили тренажерный комплекс по подготовке машинистов поездов «Ласточка» и «Сапсан». 10 сентября. Продолжение экскурсий и мастер-классов по приобретению новых навыков. Колледж Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Для нас открыты двери музея. Ребята участвуют в мастер-классах по теме навигация. Интерактивный центр истории Петербургского метрополитена. Здесь ребятам по-настоящему удается погрузиться в мир петербургской подземки, почувствовать себя диспетчером и даже машинистом. Шоу «Танцуют все» партнеров фестиваля прошла в Экспо-форуме. Это совместная танцевальная акция «Доступная среда» Федерации спортивных танцев на колясках и танцевальных студий Аллы Духовой «Тодес» в рамках Кубка мира по спортивным танцам на колясках. 11 сентября. Сегодня участники форсайт-фестиваля прошли квест «Петля времени» по улицам нашего города. Это был познавательный и интересный маршрут. Старт всех групп состоялся от здания университета ИТМО на улице Чайковского. В конкурсе дизайн-проектов «Транспорт будущего» получились очень интересные проекты с массой рациональных идей. И все это всего за несколько часов. Первый всероссийский молодежный форсайт-фестиваль «Право руля» завершился. Его организаторами стали Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Городской дворец творчества юных и Национальный исследовательский университет ИТМО. А партнерами – 15 крупнейших организаций, имеющих отношение к подготовке специалистов и продвижению современных технологий в сфере транспорта. Идеи витают в воздухе. Наука молодеет. Ученые и технологи с интересом общаются с молодежью и с детьми. Потому что знают, что именно они способны предложить оригинальные идеи, которые через несколько лет могут стать нашей с вами реальностью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok